МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молочный бунт. Это что тогда всех предпринимателей России обвинить в сговоре? Чем закончилось дело по молочному сговору, расскажет Алина Бережная. Нецензурная лексика на весь парк. Почему матершинную сказку транслировали в парк Нижнекамска, выясняла Анна Городнова. В режиме комфортного полета. Мы готовимся к чемпионату мира. Кто обслужит самолеты, прибывающие в Казань на Мундиаль, расскажет Рамиль Шайдолин. Парад Победы, Бессмертный полк, Большой Салют. В республике с размахом отметили 9 мая. Праздник прошел без серьезных происшествий. За охраной порядка следили 5000 полицейских. Пожарные подразделения МЧС выезжали 222 раза. Погибших и пострадавших 9 мая не было. Спокойными назвали итоги дня и в Минздраве. На местах празднования только в Казани работали 15 бригад скорой. К ним обратились 15 человек. Среди них люди преклонного возраста. Двоих госпитализировали. Напомним, народные гуляния продолжались с утра и до самого вечера. Есть и свои рекорды этого дня. 363 тысячи татарстанцев встали в ряды Бессмертного полка. Парад Победы посетили десятки тысяч человек. К новостям этого дня. Казань сегодня стала центром исламского бизнеса. Более 3000 участников из полсотни стран собрал юбилейный 10-й Казан саммит. Съезжаться гости начали еще накануне. Это крупные бизнесмены, шейхи и предприниматели исламского мира. Обсуждают халяльный образ жизни и исламский банкинг. Какие передовые начинания на этом поприще собирается освоить Татарстан, узнал Дмитрий Аринин. Халяльные колбасы из Елабуги, туристический бизнес по канонам ислама из Саудовской Аравии дары природы уже по своей природе для мусульман с Крайнего Севера. Все это экспонаты халяльной выставки. Северный халяль, во-первых, это совершенно натурально. То, что прорастает в дикой природе, особенно на Ямале, она экологически чистая. Во-вторых, здесь нет никаких химических добавок. Это выставка представлений не только продукции, но и образа жизни. Так здесь можно побывать в традиционном жилище северных народов и посмотреть их соседей, белых медведей. То, что халяль может быть таким всеобъемлющим, показали около сотни компаний. Развитие же этой индустрии стало одной из главных тем пленарного обсуждения. Его по традиции начали с молитвы. На плодотворные беседы всех собравшихся своим приветствием напутствовал Владимир Путин. Текст обращения зачитал Рустам Мениханов. Россия поддерживает усилия ваших стран, направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды. Как рассказали собравшиеся бизнесмены и эксперты, сейчас халяльный образ жизни все больше в массы. Число мусульман растет, их уже больше миллиарда. Как отмечают, халяль это не только символ уважения традиций, но еще знак качества. Сейчас получить международную сертификацию халяль хотят более 40 предприятий Татарстана. Мы также должны стремиться соответствовать этим требованиям, этим традициям и той духовности, которой заложена и финанса. Исламские финансы и исламский банкинг стали второй центральной темой саммита. По мнению его участников, такой способ ведения бизнеса, где запрещены судные проценты и спекуляция, имеет хорошие перспективы, но в нашей стране о нем пока мало знают. Татарстан же готов стать пилотным регионом страны для апробации этих методов. Идея наша создать вот такую площадку в России, пилот Татарстан, она полностью поддерживается. Мы в этом направлении должны более активно работать. И я не только уверен, я вижу, что то, что мы делаем, оно востребовано для нашей страны. Руслан Ильич, когда говорил сегодня о том, чтобы здесь была создана именно лаборатория для пилотирования продуктов и услуг исламского финансирования, мы, конечно, пойдем по этому пути. Сейчас различные пути сотрудничества с исламским миром российскому бизнесу все больше приносят прибыли. Как подсчитали, за время, что проводится Казан-саммит, товарооборот вырос на 20%, перевалив за 42 миллиарда долларов. Самоотверженные усилия руководства Татарстана позволили нам отмечать 10-ю годовщину плодотворного сотрудничества России и Организации исламского сотрудничества. Чтобы облегчить коммерческие контакты, нужно скоординировать работу наших органов власти с целью облегчить получение виз между Россией и странами ОИС. Высказывать предложения, делиться советами и искать партнеров на Казан-саммите будут еще два дня. Запланировано более 40 встреч и обсуждений. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Россия будет выстраивать отношения с исламским миром через Казань. Об этом Рустам Миниханов говорил на деловом завтраке Сбербанка. Здесь обсудили экосистему исламского финансирования, банкинг и образ жизни халяль. Уже вечером Рустам Миниханов провел встречу с Лигой арабских государств. Встреча прошла в Казанском Кремле. Там собрались послы 18 стран и представители министерств и ведомств республики. Рустам Миниханов поблагодарил гостей за визит на Казан-саммит и презентовал сферы сотрудничества. Это нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение, энергетика, туризм, образование, медицина и IT. Сегодня республика лидер по инвестиционному климату. За 7 лет Татарстан привлек 9 миллиардов долларов иностранных инвестиций. С каждым годом Казан-саммит становится более масштабной, более интересной, более предметной, конкретной. И мы приглашаем вас на следующий год, вас, ваших коллег, представителей бизнеса, чтобы еще раз мы могли каждый год рассматривать взаимоинтересные проекты. Казан-саммит должен стать взлетной полосой для стартап-проектов. На его площадке сегодня прошел Казанский форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества. Свои проекты предложили разработчики из России, Пакистана, Непала, Казахстана. Это стартаперы в сфере сельского хозяйства, обучающие системы для школьников с нарушением слуха, технологии по работе с криптовалютами. Организация ОИС должны подумать о финансовой подушке, чтобы вот эти стартапы имели системный характер, и это было надолго, и площадка, и должна быть наша площадка инополиса. Поэтому я призываю к созданию вот некой такой структуры. Мы переходим к аграрной экономике. Сегодня антибонопольная служба продолжила рассмотрение дела о так называемом молочном сговоре. По версии УФАС, 10 трейдеров спровоцировали снижение закупочных цен на сырое молоко в январе. Такие факты в свою защиту приводят трейдеры, и какова позиция надзорного ведомства. Об этом Алина Бережная. Больше трех тысяч тонн в сутки. Татарстан один из лидеров по производству молока. Только прибыли с таких показателей фермеры не получают. Зимой закупочные цены упали до 15 рублей. И по версии антимонопольной службы виноваты в этом 10 региональных трейдеров. Слушания по молочному сговору продолжаются с февраля. Сегодня, как и неделю назад, трейдеры требуют привлечь к делу молокозаводы и торговые сети. Сделать вывод о правомерности нашей торговой наценки и о правомерности изменения можно только проанализировав всю цепочку. Начиная от непосредственных производителей данной продукции, то есть соответствующих фирм, и заканчивая торговыми сетями. Отказывают в удовлетворении данного ходатайства, поскольку трейдеры, перекупщики и молочные заводы не являются конкурентами в рассматриваемой ситуации. Они осуществляют фактически разные виды деятельности и действуют на разных товарных рынках. Продолжения отклонены, но не аргументы. По версии трейдеров, низкие закупочные цены напрямую зависят от экономического положения страны. Предприниматели вынуждены занижать цены, чтобы быть в этом бизнесе. Понижение закупочных цен идет, и вообще стоимости молока идет по всей России, не только в Татарстане. Это что тогда всех предпринимателей России обвинить в сговоре? Разные виды молока, того и прибыль разные. Вопросы у антимонопольной службы и по пакету документов. Трейдеры предоставили разные бумаги. У одних доход с налогами, у других нет. Антимонопольная служба вновь взяла тайм-аут. Рассмотрение дела переносится на 2-3 недели. А ближайшие три дня служба запросит у трейдеров дополнительные документы, на основании которых и продолжится рассмотрение дела. Алина Бережная, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В соцсетях обсуждают видео, на котором врач Сабинской районной больницы обматерил пациентов, которые ждали в очереди несколько часов. В момент словесной перепалки женщина пытается оттолкнуть врача, тот повышает голос. Сегодня стало известно, министр здравоохранения объявил выговор главному врачу ЦРБ. В самой больнице тоже провели служебное расследование. Выводы уже сделаны. Не толкай меня! Не толкай меня! Иди, гра, вызывай! Ты мне матом и гра! Иди, вызывай! Обе стороны признали, что вина, конечно, боюдная. Одни, недовольные долгим приемом, невольно спровоцировали врача. Но и врач, конечно, не сдержался. Был срыв. Мы принесли официальные извинения пациентке и ее родственникам, учитывая, что не первые претензии к нему. Я бы не сказал подобного характера, но у него выговора уже были. Идеально было решение принято, в общем-то, отказаться в дальнейшем от услуг данного специалиста. На сегодняшний день он уволен. Идет проверка и в Нижнекамске. Там прокуратура изучает инцидент в парке имени Тукая, где транслировали нецензурную запись сказки. Главный герой Шурале ругался матом на русском и татарском языках. Как в плейлист компьютера попала такая запись, узнавала она Городнова. Вместо детской сказки отборная матерщина. В прошлые выходные в Нижнекамском парке Тукая Шурале словно забыл язык литературный. Два дня дети, взрослые и пенсионеры вынуждены слушали, как известный герой ругался как сапожник. Отборный татарский и русский мат. Как запись продержалась в плейлисте так долго и никто не выключил. В догадках теряется даже охрана. За музыку у нас определенные люди есть, кто отвечает. Музыканты приходят, включают, мы туда отношения не имеем. Музыкальное оборудование уже изъяли. Кто решился включить матерщиную сказку, выясняют. По словам сотрудников мэрии Нижнекамска, за культурно-массовую программу здесь отвечает дирекция парка. Компьютер, с которого вещаются эти плейлисты, находится в свободном доступе. Так получилось, что есть предположение, что именно преступным образом кто-то проник и закинул эту запись. По данному факту, Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокуратуры республики проводит проверку на предмет соблюдения требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Проверка будет идти месяц, о результатах сообщают в начале июня. Депутат госсовета Рафил Магуманов считает такой поступок злоумышленника аморальным, что он хотел донести публике нецензурной сказкой. Здесь должны быть приняты меры. Я думаю, меры уголовного, скорее всего, нет, но административные меры должны быть в кодексе. Я думаю, или это дурость, или хулиганство, или безразличие. Но такого не должно быть, такие вещи должны пресекаться. Включили ли трек по ошибке или подменили запись умышленно, проверяет и полиция. Если дело квалифицируют как хулиганство, виновному грозит немалый штраф. 500 тысяч рублей или даже реальный срок лишения свободы на 5 лет. Анна Гранова, Рамиль Шайдулин, Алсу Арсланова, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. В режиме комфортного полета. Мы готовимся к чемпионату мира. Кто обслужит самолеты, прибывающие в Казань на Мундиаль, расскажет Рамиль Шайдулин. Татарский грунт и лошади со всего мира. Скачки бега у нас могут проводиться даже во время очень сильного дождя. Что для любителей конного спорта в новом сезоне подготовил казанский ипподром, узнавал Сергей Хайдаров. К чемпионату готовы. Самолеты игроков и болельщиков футбольного мундиаля будут обслуживать в Казани. Будь то крупные или небольшие частные судны. Сегодня нашей съемочной группе показали, как в ангарах и на современном оборудовании проходит процесс ремонта. Хватит ли места развернуться лайнером, увидел Рамиль Шайдулин. Ну, собственно, при плановых работах по периодическому техническому обслуживанию салон воздушного судна выглядит именно так. Вся начинка на виду. Як-42 залетел на плановый ремонт. Его электроника, механика и гидросистема должны работать на все 100 уже до июня. В рамках мундиаля мы будем заниматься наземным обслуживанием прибывающих воздушных судов, как отечественных, так и иностранных авиакомпаний. Также одним из вариантов нашего бизнеса будет обслуживание бизнес-джетов, в частности иностранных авиакомпаний в наших ангарах. Трудно и представить, какие площади нужны, чтобы вместить хотя бы один пассажирский лайнер. А здесь их несколько. От Як-42 до Суперджета. Поэтому одного ангара уже мало. Два ангара, десятки самолетов и порой до сотни специалистов. Привычный рабочий процесс. Сейчас на ремонте лайнеры и вертолеты. Самая стойкая, фюзеляж. Менее прочны их салоны. Кронштейны гнем. Гнем различные детали. Рубим, катаем, прокатываем. Для обустройства салонов создан специальный цех, где детали превращаются в полноценный интерьер самолета. Бизнес и эконом-класса из пластика, алюминия и кожзама. Все, что включает интерьер. То есть стеновые панели, половые панели, потолочные панели, модульные изделия, кухни, туалеты. Производство продолжится. Ремонт пока завершат. В компании готовятся к новым международным рейсам. До июня в ангарах освободят место для рейсов мундиаля. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На время проведения чемпионата мира по футболу митинги, демонстрации, шествия и пикеты в Казани могут проводиться в определенное время. И длится не более двух часов. Таково постановление исполкома города. Можно собираться с 9 до 14 часов и не больше 150 человек. Мероприятие разрешено проводить через дорогу от Дворца культуры имени Саид Галеева, а также на территории перед ДК железнодорожников. Покрытие разрыхлили и полили, а спортсмены приступили к заключительным тренировкам перед стартами. На Казанском ипподроме последнее приготовление перед новым сезоном. Он начинается уже завтра. На уникальном покрытии, разработанном татарстанскими технологами, встретятся лучшие наездники из кокуны 70 регионов страны. Сергей Хайдаров с беговой дорожки. В принципе, как все большие лошади, как все большие люди, она добрая. Эту красавицу породы русский тяжеловоз зовут Кувшинка. Ей всего 5 лет и родилась она на Казанском племконзаводе. Сама в скачках не участвует, но много делает для развития спорта. Именно на ней юные наездники учатся азам, а в благодарность еда, сахар и новые прически. Захотели ей заплести косичку, пожалуйста, заплели. То есть им нравится так. Меняет прически? Да, периодически меняет. Этим жеребцам сейчас не до красоты. Уже завтра они откроют новый сезон. Нервы сдают так же, как и у людей. Нужно привыкнуть к новому ипподрому и покрыть ее. Они прискакали из других регионов страны. Во время тренировок спортсмены делят территорию со специальной техникой. Работают поочередно. Нужно и наездникам дать прочувствовать трассу и поверхность подготовить. Покрытие казанского ипподрома уже полностью готово к новому сезону. Вот, к примеру, сейчас его хорошенько разрыхляют и периодически поливают. И стоит отметить, что этот грунт является уникальным и выдержит любую погоду. И разработали его наши татарстанские технологи. Дорожка у нас состоит из нескольких слоев. Дренажный слой уходит на 6 метров в глубину. Это значит, что скачки бега у нас могут проводиться даже во время очень сильного дождя. Поэтому мы не отменяем. В принципе, были моменты, когда специалисты отмечали, что проводились бы эти скачки на московском ипподроме в такую погоду. Их бы пришлось отменить. Арабские и английские скокуны и даже лошади Рамзана Кадырова. Какие только породы не представлены на турнирах казанского ипподрома. Главные из них традиционно пройдут в конце лета. Первые соревнования казанцы смогут увидеть уже завтра. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Танцовщики лучших театров мира на казанской сцене. В эти минуты в столице открывается международный фестиваль классического балета. В этом году он посвящен 80-летию Рудольфа Нурива. В Казанском театре оперы и балета находится наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, здравствуй. Какая атмосфера царит на фестивале и что происходит сейчас на сцене? Да, здравствуй, Алексей. Что ж, прямо сейчас я нахожусь в холле театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, в котором в данный момент времени абсолютно нет людей. В этом нет ничего удивительного, потому что все пришедшие зрители уже наслаждаются недавно стартовавшим международным фестивалем классического балета имени Рудольфа Нурива. И хочется сказать, что этот форум абсолютно точно, как минимум на ближайшие дни, сделает Казань самой главной культурной столицей страны. Ведь на протяжении двух недель все зрители фестиваля увидят 11 спектаклей. И, конечно же, будет на что посмотреть и любителям татарской классики. Ведь 13 мая перед зрителями выступят наши татарстанские балетмейстеры, которые покажут произведения Шурале. Ну, а сегодняшний день стал настоящим сюрпризом для всех гостей. Организаторы подготовили для них настоящий подарок. Ведь именно сегодня, именно на казанской сцене будет впервые показан спектакль «Боядерка». Конечно же, это, безусловно, стоит увидеть каждому. И прямо сейчас такую возможность мы даем телезрителям телеканала ТНВ. Давайте увидим короткий отрывок этой премьеры и услышим, что же об увиденном думают зрители, сидящие в зале. Сегодня особое настроение, замечательные, красивые декорации. Восхитительная Кристина, изящная. Прекрасные танцовщики, танцы. Нам очень нравится. Интереснее декорации. Ну, как вся наша жизнь интереснее становится, и балет становится интереснее. Да, как известно, фестиваль Рудольфа Нуреева продлится до 23 мая. И уже сегодня мы успели пообщаться со зрителями и выяснили, что, оказывается, билеты на этот фестиваль уже распроданы. В кассах их просто нет. Были они распроданы еще два месяца назад, и сделано это было буквально за один-два дня. И мне кажется, что именно это самый главный показатель того, насколько сильно важен и нужен этот фестиваль не только нашему городу, но и всей республике в целом. Мы обязательно будем следить, как развиваются события здесь, на Нуреевском фестивале. Ну и пока у меня на этом все. Алексей, я с удовольствием передаю слово вам. Спасибо, Сергей. Это было прямое включение из театра оперы и балета. Все пути ведут на Алтай. Гипотезу о том, что прародители человечества появились на территории современной России, высказали алтайские ученые. В 2010 году археологи нашли в местных пещерах фаланговую кость и коренной зуб древнего человека. И находка чуть не перевернула научный мир. Оказалось, ей больше 50 тысяч лет, и принадлежала она не карманьонцу, не неандертальцу, а более древнему хому алтайнсис. Таинсис. Эксклюзивный репортаж Рамиля Шайдулина. Второй глаз вечера. Нот, рот. Этот камень мог быть статемом, а пещера домом. В тупике Тавдинской пещеры алтайские археологи нашли толстый слой золы и вручную выбитый дымоход. Так подтвердилась древняя гипотеза о том, что когда-то здесь жили люди. Местами ширина пещеры достигает полутора-двух метров. Высота, как вы сами видите, много меньше, но все это природные ходы. И им не меньше миллиона лет. Один миллион двести сорок тысяч лет. Это самая молодая пещера на Алтае образовалась насильственным путем. Горы Алтая – колыбель человечества. Такую мысль высказали российские ученые после раскопок на юго-востоке края. Найденные в Денисовой пещере кость и зуб показали – это останки самого древнего из известных людей. Все вот эти неандерталь, кроманьон, все эти термины, которые имеют или французскую, или немецкую природу, они возникли в Европе. А вот в Денисовой пещере человек современного антропологического типа, хомо сапиен сапиенс, жил уже 50 тысяч лет назад. Так откуда он пришел в Западную Европу? С Алтая, с Денисовой пещеры. Так можно ли считать, что Алтай – колыбель человечества? В Музее Алтайской культуры считают – да, и колыбель, и отрочество. Во-первых, из алтайской группы вышли многие современные языки. Во-вторых, традиции. Сейчас, когда духовный центр и географический центр совпали, вот сейчас Крым, Татарстан и Алтай стали в одну ось духовности, где тюрки и славяне вместе строят общий мир, обогащая, обогащая друг друга. То есть, эти неразделимые три центра, они не могли на смене эпохи остаться в разных местах. Так все ли пути ведут на Алтай? В едином мнении сошлись и археологи, и генетики, и палеонтологи. На международном симпозиуме 2011 года ученые всего мира обнародовали исследования найденных на Алтае останков. Это кости неизвестного ранее древнего человека Homo Altaensis. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Алтайский край. Обзор спортивных новостей, информация о погоде продолжит выпуск, после чего в эфир ведет программа «Вызов 112». Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21.30. Всего вам доброго. Огромный ассортимент портьерных тканей. Постоянное обновление коллекции. Портьерный салон «Феерия». «Ниссан» дешевле на 21%. Да, если в автоцентре «Марка». Дарим небывалую скидку на новый «Ниссан». Сигнализация в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Либридерм «Сероцин» для тебя. Для меня. От прыщей номер один. Для меня. Для тебя. Доступнее не будет. В автоцентре «Марка» новый японский «Датсун» всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону. 4 пятерки, 3 семерки. Почему я выбираю «Берекотлет»? Потому что вкусно. Потому что натурально. А значит полезно. И недорого. Молоко и молочные продукты «Берекотлет». Радость выбора для всех. Поймай момент. Своя квартира с ремонтом от 4 миллионов 570 тысяч рублей. Жилой комплекс «Лесной городок». Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазга-Фиатов. Лучшие волейболисты Европы съезжаются в Казань. Уже в эту субботу баскет-холл погрузится в атмосферу финала 4 Лиги Чемпионов. Три сильнейших команды Старого Света готовы дать бой «Зениту», действующему обладателю трофея. Два итальянских коллектива и один клуб из Польши. У «Зенита» для подготовки к чемпионату было немного больше времени, чем у соперников. Итальянцы и поляки опробуют площадку только завтра. За выход в финал «Зенитовцы» поспорят с итальянской «Перужией». Начало игры 12 мая в 19.00. В баскет-холле все готово к предстоящему турниру. Финальный поединок запланирован на воскресенье. Все нормально. То есть это хороший зал, который требует немножко времени для привыкания. Я думаю, все-таки небольшое преимущество у нас будет, потому что неделя, которую мы получили, надо ей сейчас хорошо воспользоваться. К новостям баскетбола. Последний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Уникс провел в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Казанцы уступили в первой четверти с разницей в минус пять. Однако выиграли три последующих игровых отрезка. И отпраздновали закономерную победу. Итоговый счет встречи 99-82. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Мелвин Эджим, набравший 16 очков. Эта победа позволила казанцам возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата. 22 победы при двух поражениях от ЦСКА. Соперник казанцев по четверть финала плей-офф определится 12 мая. Тем временем «Динамо Казань» стартовала в чемпионате России по хоккею на траве. Казанцы на своем поле принимали команду из Санкт-Петербурга «Метрострой». В дебютной встрече хозяева разгромили своего соперника со счетом 8-0. Вторая игра прошла немного по другому сценарию. Разница в счете составила всего три мяча. Таким образом, казанцы, выиграв оба матча на своем поле против «Метростроя», расположились на первой строчке турнирной таблицы. Следующие встречи казанцы также проведут на домашней арене. 13 и 14 мая на поле центра «Хоккея» на траве «Динамо Казань» примет столичное «Динамо Москомспорт». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в мае со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. В предстоящие сутки погода порадует жителей республики. Будет ясно и сухо. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики ясно, без осадков, до 13 градусов выше нуля. На северо-востоке республики малооблачно, плюс 15. На севере Татарстана ожидается ясная погода. Там температура воздуха составит до 16 градусов тепла. На северо-западе тоже ясно и тоже до плюс 16. На юго-западе республики солнечно, сухо, до плюс 16. В центре Татарстана малооблачно и плюс 15 градусов. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска ООО «Челный Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». Грандиозные мероприятия весны 2018 года. Международный фестиваль мусульманской одежды «Ислами Клоус». 11 мая, 18.30, КРК «Корстон». Вход свободный. Уважаемые казанцы и гости столицы, приглашаем вас посетить грандиозное мероприятие. Международный фестиваль мусульманской одежды «Ислами Клоус». 11 мая, 18.30, КРК «Корстон». Вход свободный. В Казани ожидается ясная погода до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Влажность воздуха 41%. Магнитные полиции беспокойные. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.